МАРКСИЗМ У нас тема занятия Биалектика капитала Маркса Начну с общеизвестных вещей Вроде как ставших прописными истинами Основное произведение марксизма Какой? Капитал Маркса Основное произведение марксизма Также хорошо известно, что Три источника и три составные части марксизма Я думаю, можно не записывать Пока это все хорошо известно Три источника и три составные части марксизма Опять-таки, я готов обратиться к вам за помощью Во-первых, это Классическая, я вижу Это Совершенно верно Одной из трех составных частей является У нас занятие три составные части Три источника марксизма Александр Сергеевич Козелов Сейчас у нас тема другая Давайте так послушаем Затем Вопросы и дискуссия Также очень широко известно И в советское время Она публиковалась На каждом шагу говорилась Фраза Ленина Из его конспекта Молки логики Гегеля Нельзя вполне понять логики капитала И особенно его первой главы Всю логику А наиболее полная Диалектика Она из логики Вот такие общеизвестные вещи Ставшие, я бы сказал Бозунгами уже Придумывались Воспринялась И все-таки Сделаем попытку Разраться Эти связь между Сектикой Гегеля Сложной наиболее полной Науки логики Я начну с того Что опять-таки С известно Это Суть вот этого огромного Большого произведения Метод Даю его Метод Это Осознание формы Внутреннего самодвижения Содержания Исследуемого Метод Это Осознание формы Внутреннего самодвижения Исследуемого Вроде бы так все напутано Я попробую С точки зрения Популяризации Популяризация Конца Вот перед учеными Которые Нет исследования Он разный В физике Один имеет Другой предмет исследования В общественных науках В политической экономике Эти Гегель исследовал Вот с точки зрения Эктики Внутреннее Самодвижение Внутреннее Самодвижение И ученый Исследователь Должен осознать Формы Внутреннего Самодвижения Того что он Вот может быть так Я попытался Несколько Это на первый взгляд Такое длинное И очень Долое Определение Каков был предмет Исследования у Гегеля Каков предмет Исследования Он в своем предисловии Я должен сказать Что Сам капитал Вы знаете По весу Или по количеству Страниц Страниц В основном произведении Вот здесь В целях подготовки К занятию Я почитал Предисловия Маркса И Энгель Там Конечно В день И выводов Вращаться Маркс пишет Что в этом Капитали Маркс исследовал Я напоминаю Что способ Производства Это Водительные сил Но совершенно Конкретный Предмет Исследования У Маркса Используя Дилектический метод Я опять таки Не знаю И в целях Популяризации Маркс исследовал Внутреннее Самодвижение Дания Вот этого Капитали Осознал Вот эти формы При помощи Дилектического Осознал Формы Внутреннего Самодвижения В советское время Были неоднократные Попытки Маркса И даже Такие Очень Как бы Простые А эту Сторону Стола Брали Логики Проклали Как Маркса Начинали Ристать И такое-то Соответствует Такому-то Такое-то Такая-то Категория Или такое-то Место В науке Логики Соответствует Такому-то Месту Такого-то Категории Такому-то Определению В капитале Маркса Кстати Получалось Может быть И правильно С одной стороны До известной степени Но не истина Конечно Но правильно Потому что Безусловно Связь-то есть Она пресна Между капиталом Ну даже Внешне Я напомню Что наука Логики Состоит Из трех Томов Трех томов Первый том Это учение Второй том Третий том Учение О понятии У капитала Марса Тоже Три тома Первый Второй Третий Но правда Еще условно Есть четвертый том Четвертый том В котором По зрению Техниников И предшественников Марса Вот я должен Сказать Что У Гегеля Все деления Первые два тома Учение Бытии И учение Объективное Третий том Объективная Логика Вот в издании Второй половины Тридцатых годов Создавало А затем В издании Начало Четвертый И сейчас Его повторяют Вот предисловие Первому тому Капитала Маркс писал Моя задача Следующая Что я хочу сделать Что будет На выходе Первый том Это процесс Производства Будет два тома Тоже Как у Гегеля Объективная логика И субъективная Как бы две книги Маркс предполагал Написать Два тома Первый том Это процесс Производства Второй том Состоящий из двух книг Процесс обращения капитала И формы капиталистического Ну и Третий том Это история экономических учений Второй том Второй том Будет Первая книга Это процесс обращения капитала Вторая книга Формы капиталистичные Вот встает вопрос Можно ли вот так Механически Механически Переносить Схему Науки На капитал Прежде всего Вот соответственно Разные предметы Сферы И соответственно Тема Сама логика Структура капитала Будет другая Должна от логики Скажем Большой науки логики Второе Что здесь Очень часто Большей части Скажем так Популярных брошюрках Тоже Истанулировали Энгельса Маркса Они Гегелевскую диалекцию Поставили На ноги Гегель был идеалистом Маркс и Энгельс Но это Популярные изложения Популярные изложения Понятно И здесь Все зависит от Сознания формы Внутреннего самодвижения Предметы исследовали Маркса Какой был Объект исследовали Энгельс Энгельский способ Производства А это что такое Это материальные Производственные отношения А Гегель что Исследовал И нет Поэтому здесь Вот так вот Просто Рубануть с плеча И сказать Что вот Гегель Прав И ему надо Все это отсечь Было бы неправильно Понятно Что Маркс и Энгельс Материалисты Предмет исследований Материальные Производственные отношения Понятно что Диалектика Шрабцев Сказать Это наука Развития Развития И Маркс Вот это тоже В старую Сказать Сторону Восклинил И полностью Применил К исследованию Каталистических В том же предисловии Он пишет Каталистическим Рассматривается Развивающийся Современное общество Есть не твердый Кристалл Способный превращением Всящийся В постоянном процессе Превращения Это не твердый Кристалл А организм Который постоянно Развивается И находится В постоянном процессе Твердое Обратимся Опять вернемся К формы Внутреннего Самодвижения Содержания Содержания Источника Внутреннего Самодвижения Тего что есть В обществе В природе Совершенно верно Это противоречит И посмотрите Ну скажем На общую схему Следование Гегеля Понятно Тезис Антитезис То есть высказывается О чем-то А затем Прямо противоположное И только Единство Дает нам Истинную картину И вот исследование Противоречий Он Красной нитью Идет через Весь капитал Маркса И его Три Самой первой Категории Тематично Логику развития Его категории Его начинает По экономической Клеточке Его простейшей Формы Товари С одной стороны Это потребительная Стоимость Бойство товара Подлитворяет Те или иные Человечные И тут же Прямо противоположное Товаре Стоимость Стоимость Да Затем он Паться Купить И видеть Что Товари есть Результат Труда Существующего И труд тоже носит Двойственный Противоречивый Характер Как созидающий Потребительной Стоимости Он является Конкретным Трудом Источником Стоимости Меновой стоимости Человеческой Дальше он Обнаруживает Еще Более Глубокий Частный Труд И Отвечие в товарном Продолжение Частным И общественным Затем Он переходит В смотрение Противоречий Товара И денег Затем Всеобщие Формулы Капитала Затем Рассматривает Посредственно Капитала И там тоже Куда не возьми Какую главу Какую этап Или ступень Все вот эти Противоречия Взявятся Восьмая глава Рабочий день Павочный труд Идимый труд И павочный труд Которым идет Необходимое Рабочее время И павочное Рабочее время И так далее То есть вот Все красные нитью Вот исследования Противоречия Капиталистического И до самого Последнего Марц Хотел Закончить Исследование Этих Абстрактных Категорий Перейти к Исследованию Верхности Бургазного Общения Это отношение Классов В капитализме Два Антагонистического Класса Класс Рабочий И Класс капиталистов Величие нарисона Поверх Не подошло Подволило Марсу это сделать Огромный труд До этого Во всяком случае Станчивается А что Просто Не успел Дальше идем В том же предисловии Марс пишет Снечной целью Целью Моего исследования Является Раскрытие Экономии В отношении Вот этой фразы Здесь уже Неоднократно Точность Эк перевода Что Дали открытие Это конечно Не точно Вроде как Открыл И пошел Дальше Там там Недели Марс Не просто Открывает Едетую Постоянно Раскрывает Его А раскрытие Предполагает Целую цепочку Вот если мы Обратимся Науке логики Науке логики Да извиняюсь И в советское время Вы знаете Возьмите Любой учебник Массу литературы Что писалось Что основным Законом капитализма Стоя закон Прибавочный Я будучи студентом Это читал Я здесь Относился Кстати Знакомство Стал Васильевич Сталгового Ценной так Корень неверный Это неверно Это буквально Не соответствует Капиталу Марса Его содержанию И не соответствует Дилектическому пониманию Кона Который существует Науке логики Обратимся Понятно Что такое закон Это спокойное Сущность и закон Понятие Однопорядковое То есть Общий ход Любого исследования Какой Ученый С чего начинать С того Что лежит перед ним Непосредственно С бытия Ведь этим не ограничиваются Ученый Потом Назовался ученым Что за этим Внешним За этим Точнее Непосредственным Он должен Разглядеть Или выявить Сущность Потом от этой Сущности Уже вернуться Так вот Законы Сущность Порядковые Законы Нужно раскрыть Вот Есть профессор Смирнов Тоже Граждан Государственного Университета Который Раньше начинал Семьдесят Тоже изучал Логики И обнаружил Что Есть Тут к основному Закон Он Простейший Самый абстрактный Который является Основой Всех других Законов Есть закон Есть система Законов Которая Основывается На этом Основном Закон Егель Науки Логики Употреблял Словосочетание Царства Законов Дали Маркса Тоже Если посмотреть Хотя бы Внешне По определениям Очень много Законов И понятно Что Террористическое Производство Тоже Систему Законов Функционирует На основе Системы Законов И основным Законом Веляться Самый Абстрактный Самый Простой Закон Вот В этом Вене Основного Закон Прибавочной Стоимости Покоится На чем-то Другом А на чем Совершенно верно Давайте Посмотрим Классическое Определение Капитализма Сказанные Владимира Девныча Ленина Что такое Капитализм Вот Тоже Смотришь Дайш Объем Брошюрки Агитки Капитализм Это эксплуататорский Строй Капиталисты Эксплуатируют Рабочие Это все правильно Но это Не научное Не строго Научное Определение И понятие Капитализма И вот Это Наверное Иван Михайлович Итолеев Наступи Развить Товарного Производства Это определение Но все В корне Меняется На ноги Там Где есть Товарное Производство Закон Товарного Производства Это закон Стоимости Избежно На основе Внутренних Присущих Законов И прежде всего Основного Закона Закона Стоимости Это товарное Производство Рано или поздно Такая история Была Я учился В аспирантуре Это был Где-то В 85-86 Вы знаете Что в экономической Руке Советской Была Острейшая дискуссия Вот она все время Рыночниками Как это называется Не рыночниками Сторонниками Непосредственно Общественного Социалистического Прыночниками Которые считали Что в Социализме Есть там Разновидность В той или иной степени Товарного производства Я должен сказать Сказать Что было много Ученых Ответственных Которые Действительно Азвали Социалистическое Производство Является Непосредственно Общественным А не товаром Ну и как-то Вынуждены были На это Реагировать Рыночники Вот они Всяко Повсячески Так лавировали Иммигрировали В Красном Университете Сотниками Товарного Производства Рыночниками Была издана Монография Называлась Социалистическое Общественное Производство Престрит Как-то так Название Вроде бы Они поменялись Там Один из них Цитировал Энгельса С основным законом Товарного Производства Закон стоимости Есть основной закон Товарного Производства Закрывал кавычки И писал Собрание сочинений Марса Сом такой Это страница такая А если бы Кто открыл Кавычки Энгельса Не заканчивались Он в таком стоимости Основной закон Товарного Запятая Следовательно И высшая форма Капиталистическое Изводство Тоже был диалектик Макс Видите Вроде такие Незначительные Вещи Как они В корне Все меняют И в понимании Законов И системы законов Марс Был Вещей Дальше Система начала Вот Товар является Экономический Так в диалектике Понимается Начало Это Результат А результат Что такое Святое начало Святое начало Вот Поэтому В этом плане В известной степени Марс тоже Начал Изучение капитализма Его простейший Форма Товарного Производства Это Товар Капитал Не деньги Не прибыль А именно Товар На поверхности Явлений Скажем Можно было Начинать Копнуть Что такое Прибыль Превращенная Форма Прибавочной Стоимость Прибавочная Стоимость Стоимость Как бы Стоимость Это Все равно Все равно Придешь К товару И в товаре Как в элементарной Клеточке Капитализма Уже заключены Все Правда В абстрактной Форме Еще в неразвитой Форме Все Противоречия Капитализму И вот Начиная С этого Начала Марс Идет 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 И исследует Весь капитализм Доходит До развитых До конечных Мне кажется Какие-то Самые развитые Формы Вот он Что он пишет Предисловие Первому изданию Которому я Неоднократно Обращаюсь Форма стоимости Очень бессодержательна И проста Тем не менее Ум человеческий Четно пытался Постичь ее В течение Более чем Двух тысяч лет Между тем Как ему удался По крайней мере Приблизительно Анализ Более совершенных И сложных форм Потому что Развитое тело Легче изучать Чем клик А товарная форма Продукта труда Или форма Стоимости товара Есть форма Экономической клетки Буржуазного Дальше Как они между собой Соржены Любой ученый Любой из нас Наследует Начинает с того Что дано Непосредственно Затем Это бытие отрицаем И вводим К тому Что не лежит На поверхности Что оно не видно До чего Нужно докопаться Дорыться Это сущность Сущность В этом плане Писали марца Также В экономических Категориях В их взаимосвязях В их взаимосвязях Вот это Надо сказать Что в явлении Есть противоречия Вот классическая Политическая экономия Это Энгельс писал Предисловие К английскому изданию Восемь Классическая политическая экономия Английская Прибыль является Долей той части Неоплаченного продукта Которая рабочая Отдает капиталисту Присваивает ее Это было уже Известное до Марса Марс не открыл эксплуатацию Она никогда не исследовала Этот прибавочный продукт Ее совокупности Как целая Поэтому она никогда Не доходила До ясного ее происхождения И законов Регулирующих ее В прошлом году Когда мы В первом семестре Я напомню Что Марса Тогда После Третьего тома Кинулись Кому не лень Увидев противоречие Между Противоречие Между Третьим томом И первым томом В первом томе Денежное Денежное выражение Такое определение А в третьем томе Когда он исследовал Конкретные формы Базного общества Да И цены продаются Товары продаются По ценам Которые являются Денежным выражением Стоимости А в третьем томе Вроде как Прямо Противоположное Высказывает Пары продаются По ценам Производства На производство Включает в себя Дежки производства И прибыль Если стоимость Помните W английская D Постоянный капитал Плюс В Переменный капитал Плюс М Прибавочная стоимость Цена капиталистической Произведенного Товара То бы в третьем томе Капитала Вот это самое В Которое В первом томе Что второе Дежки производства С Прибавочная стоимость А В маленькая Прибыль А прибыль Есть Классическое Деопределение Это превращенная В форму Прибавочной стоимости Есть отношения Межсущественные И наконец Закон Отрицания Отрицания В первом томе Самая такая Наверное Восьмая Глава посвящена Параграф Седьмой Трическая тенденция Капиталистическая Анализ Отрицания Первая Общественно Экономическая Затем Этот строй Отрицают Следующие Три Частно Собственнические Формации Правильно Частная собственность Отрицает Общую собственность Конечно Первое Отрицание Первое Отрицание И мы видим В истории На смену Первобытную Общину Строй Пришло Трическое Общественное Дальное Затем На основе Объективно Внутренне Присущих Законов Капитализма Тех Противоречий Которые Сидят Внутренне Какие-то Внешние силы Толкают Капитализм Внутренне Присущие Противоречия То происходит Производство Частное Частная форма Присвоения Частная Форма Присвоения А производство Честное И общественный Характер Все усиливается И это Моя Отдельные Капиталисты Бьют друг Друга Идет Процесс Смени Капиталов Вы знаете Рация Капитала Централизация Установение Монополии И этот Процесс Доходит До такого Момента Это Частная Оболочка Рвет Сейчас Капиталистический Сайт Коммунистической Общественной Формации Которая Что является Отрицанием Капитализма А капитализм Тотнее Вот эти Три Частная Собственная Формация Отрицанием Первобытно Общинного Строй Отрицанием Возвращение К общей Собственности Но на Более Высокое Развитие Вот Что Удалось Мне Пать Скажем Так Ульгар И вопросы Стоимость Она Всегда Стоят А цены Вокруг Не Вы Пришли В магазин Видите Там Рукавец Видите Народу Много Народу Стало Меньше А на Крайне Товар Дефицит А может Так Может Соотношение Я бы Точнее Выразил Стоимость А еще Если Более Точно Не Стоимость А Грыночная Стоимость Является Стоимость Община Изо Стоимость Отходит От Рыночной Стоимость Как бы Сказать Популярно По Отношению К Рынку Стоимость Это Трудозатраты На Изготовление А Что Значит Рыночная Строимость Производство А Стоимость А Трудоемкость Рыночная Рыночные цены – это маркс этот термин ввел. Рыночные цены – из цены. Цена – денежное выражение стоимости. В товарном производстве, которое является по характеру общественным, эти трудозатраты, которые создают основу стоимости, их нельзя непосредственно выразить. Был такой прудон, который хотел создать трудовые деньги, в каких-то секах выражать эту стоимость. Нельзя это сделать. Она может выражаться только косвенным путем, когда эти товары, в которых заложена стоимость, выносятся на рынок через деньги, через приравнивание их, к какому-то количеству денег. Тем же товаром всеобщим эквивалентом. Тот строй, который был в Англии, в Франции, в Америке сто лет назад, как называлось, тогда был капиталист и сейчас капитализм. Другое дело, что он тоже скрывается. Вы знаете, что капитализм свободной конкуренции перерастает в монополистический капитализм. А затем еще одна ступенька, которую Ленин писал, между которой капитализм никаких промежуточных ступенций. Это государственно-монополистический капитализм. Есть отличия. Но он остается капитализмом. То есть тот капитализм, который сегодня – тот же капитализм. – Значит, все закономерности капитализм. Конечно. 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 У нас экономика что специально? Кровнейшей монополии государства. Сейчас я закончу. К капитализму, что 150, что 200 лет назад, что сейчас, значит, мерность, мерность циклического развития производства. Вот они хотели, не хотели, а этот цикл вылез. Цикл – это что? Кризис. Затем сейчас я закончу, потом. Кризис, да? Падение производства. Яркое выражение. Затем. Кризис. Что идет? Кризис. Депрессия. Это можно даже, можно не запоминать это, а знать, вот как вот больной человек. Вот врачи говорят, кризис прошел. Все, он уже не умрет. Это хорошо. Но после этой тяжелейшей болезни он не может встать. Идет депрессия. Он лежит, ничего, ни рукой, ни ногой не может. Депрессия. И все. Кризис дольше идет. Когда не падает производство, и не растет. Затем что наступает? После операции оживление, человек оживает. Экономика оживает. Тоже длительный период. Так вот это само циклическое развитие и четыре фазы. Так были сто лет назад. Так и остаются. Другое дело, что, конечно, цикл модифицируется. Кризис стал, может быть, не такой глубокий. Там фазы уменьшаются по времени. Еще какие-то особенности. Но сам цикл остается. Туда не длится. Составляющие, вот сейчас они достаточно себе громко крают. Экологически. Абранск, Крузоливий. Большим материальным тратом. В частности капиталистов. Особенно определенные эти зарплаты. Цена вкладываться, чтобы он был в форму ситуации. Человечество может само себя своей голодной погубить. Здесь вот я бы добавил, что наиболее яркая особенность сегодняшнего, он начался не как чисто процентно промышленный кризис. Когда вдруг промышленность рухнула. Финансы, поскольку вот эти монополии, служащие буржуазным государством, создали такие вот эти финансовые пузыри, его называют фиктивный капитал. Есть реальный капитал. Вот завод стоит, там станки. Это реальный капитал. Всякции гуляют, всякие ценные бумаги, облигации. Это фиктивный капитал. Вот он все там ходил, ходил, да. Вот как мыльный пузырь рос и потом рухнул. Только после этого началось реальное падение экономической особенности. Я думаю, что там... Кто-то обогатился вот от этого? Вот статистика, рядок цифр. Было порядка сорока там. По итогам 2009 года. А вот, Виктор, вы говорите, что капитализм то тот же остался. Ну вот разве внутри крупных наполей товарное производство не бывает? Товарное производство попреку не бывает. А вот между ними, да, идёт беспощадная конкурентная борьба. Ещё, пожалуйста, вопрос. Так, можно ещё? Можно ли считать, что капитализм... Да. Когда люди стали... Всегда что надо исходить? Из понятия. Капитализм это товарное производство. На то же время... Когда рабочая сила становится паром. Рабочая сила... 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 Боже упаси. Рабочая сила... Нет? Нет, конечно. Вот именно... Я вспоминаю 90-й год. Я работал преподавателем на кафедре политической экономии. Вот, скажем так, 89-й год, да, были программы, вообще основные... Точнее, учебники политической экономии, ну, которые представились как бы на основе... По Марсу. Из-за исключения, может быть, вот этого... Законно-прибавочная стоимость основного закона капитализма, грубейшие ошибки, там, и товарно-денежные отношения к кристаллизму, в общем-то, схему Марсовую излагали. У нас что? Контрреволюция. Смогут позволь ДВУ читать капитала Марса? Нет. Где-то вот 90-й год был переходный, когда вообще никаких программ не было. И кто хотел, то и читал. Я читал Марса. Кто-то читал Самуэль Сонова. У нас в политике читают. А в 91-м году, в 91-м году пришли стандарты обучения. Марса там уже... Вот так строкой было... Не, ну, погодите, одно дело, что полностью курс идёт по схеме капитала Марса, или там фамилия среди ста других фамилий. Может быть, я называю 90-й год. В 91-м году. Сейчас. В 91-м году. Потом я ушёл в 93-м году. Всё поменялось с точностью до наоборот. И вот судьба преподавателей, да? Они преподаватели, марксистские. Какой выбор? Либо преподавать вот эту экономикс. Может быть, там где-то на архиваться, на кружках. У вас читают? Читают. Карл Васильевич читает. Я знаю, что в Горном университете есть кафедра политической экономии. Да. Молодец. Заведующий кафедрой. Профессор Валович. В университете Михаила Васильевича читает. Продолжение следует... Продолжение следует...